Сахарный диабет, детский церебральный паралич, астма, проблемы с сердцем. Для самарских детей эти диагнозы не повод отсиживаться за компьютером. Они наравне со здоровыми сверстниками занимаются физкультурой. Мы лично здесь на стадионе проводим, и нас это устраивает. У нас занимаются сейчас и детки, и взрослые, у нас по настольным играм. Здесь новый шауфборд, новус, вот эти вот там очень трудно выговариваемые все эти спортивные игры. Они на стадион ходят, они занимаются, ходят хоккеем. Там у нас один мальчик ходит заниматься. Ну, в силу своих возможностей он старается, там родители его приобщают. Почему? Потому что папа очень активный. В семье Слепко дочери Екатерина и Александра болеют астмой. Однако родители решили не сажать детей на скамейку запасных. Наоборот, вместе с ними ежедневно выходят во двор заниматься физкультурой. Здоровый образ жизни – лучшие лекарства от всех недугов, уверен в семье. Если не полностью выздороветь, то хотя бы поддерживать силы, тонус какой-то свой, поддерживать. Поможет, обязательно поможет. Пусть бегает, воздухом дышит, общается со сверстниками. Везде выигрываем, участвуем. Весело. А чтобы проверить, кто из подростков с проблемами здоровья чемпион и в каких видах спорта, на стадионе «Чайка» прошла первая городская спартакиада «Зимние старты». Самые активные и удачливые получили спортивные призы – ракетки и мячи. У нас ежегодно проходят летние соревнования спортивные, не олимпийские игры. А в этом году мы решили организовать и зимний спортивный праздник для детей с ограниченными возможностями, потому что сезон зимний, он тоже интересный, интересен своими аттракционами, своими определенными традициями, видами спорта. Хоккей, футбол, семейные старты, катание на лошадях. Каждый участник зимних стартов мог выбрать для себя интересный ему вид спорта. А после завершения физкультурного праздника многие подростки с ограниченными возможностями здоровья решили заниматься любимым хобби без ограничений.